На этом футбольном матче с вами сегодня работают комментаторы Георгий Черзанцев и Константин Генич. А теперь все внимание на поле. Перед нами состав хозяев. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. И смотрим на состав ЦСКА. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях. Он с мячом опродал. Решил пробить. Гол! Мяч в сетке! Ну молодец. Ну красавец. Вот заряженность. Вот концентрация. Вот она заточенность, если угодно. Под первую же атаку с ударом. Но безусловно этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. Итак, у нас аут. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мячах? И в зону атаки мяч переходит. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Ну и за боковой мяч теперь будет введен в игру. Сиду, Думбия. Есть поддержка партнеров. Шан и пробил. Проверка вратаря. Он на месте никуда не ушел. Угловой разыгрывают футболисты ЦСКА. Думбия. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. И скоро на... Тут все очевидно. Будет штрафной. Похоже, отыграл он свое сегодня. И теперь им займутся врачи. На поле же выйдет новая игру. Здорово. Выбрал позицию. Прочитал передачу. Совершил перехват. Но так нельзя играть в обороне. Александр Прудников. Очень неточный. Даже заострять внимания не хочется. Хоран Баграмя. Московские армейцы один из безусловных лидеров российского футбола. Лидируют они и в этом сезоне. Пока игроки умело справляются с давлением. Впрочем, они уже не раз доказывали, что могут побеждать вопреки любым обстоятельствам. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. И как опасно пробил. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Азамат засеет. Это может быть опасно. Вагнер Лав. Тут защита справляется. Потери мяча. Теперь в атаке соперник. Вагнер Лав. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Вагнер Лав. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Шанс для команды довести отрыв до двух голов, если забьют с этого. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Блокирует он удар соперника. Самоотверженно сыграно. Армейцы в атаке. Вот это удар. Вагнер Лав. И красиво, и полезно. Замечательная передача. Великолепный пас. Судья решил добавить три минуты. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Это может быть опасно. Какой прекрасный пример отбора мяча. Первый тайм армейцы могут занести себя в актив. Посмотрим, что покажет команда во втором. Вагнер Лав. Армейцы атакуют. Выбили у него мяч. Камон. Достанется. ЦСКА будет сбрасывать мяч. И до ворот совсем недалеко. Вагнер Лав. Он бьет. Ну а здесь кого винить? Только себя любимым. Сейчас замена будет в команде хозяев. Игрок готов уже выйти на поле. Ждет разрешения арбитра. Он свечом, а продолжает накрутить. Урэн Баграмян. Верный момент он сейчас упустил. Тут забивать надо было. Да, всех прошел. И нужно было только попасть. А он, к сожалению, не смог. Мяч потерян. Отличный перехват. Александр Прудников. Терпеливо ждут они своего шанса. Тут может что-то получиться. 2-3 матча сыграно. Последние полчаса игры смотрят. Алексей Миранчук. Загружает мяч в штрафную площадь. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Азамат Засиев. И вот мяч вернулся к армейцам. Ищут они разные варианты для атаки. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Александр Прудников. Игра остановлена. Будет угловой. Отобрали мяч у соперника. Теперь какая техника. Как он обращается с мячом. Ну, давай! Удар. И это момент! Гол! Этим мячом они упрочивают свое преимущество. И, надо сказать, счет по игре. Ротарь остался один на последнем рубеже. И что он мог сделать в этом положении? Да, тут у игрока был выбор. Либо все решать самому, либо сделать передачу на партнера. Но, по большому счету, у голкипера шансов выручить свою команду было немного. Играет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Можно сделать навес! Неплохой мог получиться навес, если бы не защитник. И это удар! Тут вратарь надежно сыграл. Пришлось прыгнуть, но мяч забрал. До конца игры 7 минут. Атака остановлена, но кто получит мяч? Азамас засеев! И опять удар мимо ворот. Да дайте уже вратарю-то мяч потрогать! Алексей Миранчук. Армейцы в атаке. Обостряющая передача. Будет удар! Три минуты добавлено к основному времени. Отобран мяч. Надо возвращаться. Ну вот и прозвучал Федор.